Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Два века спустя пушкинские строки звучат среди пушкинских мест. Захарова, Большие Веземы эти места называют творческой родиной великого поэта, навсегда оставшегося в истории русской культуры. Это действительно гений. Гений, поэтому он очень трудно переводится на какой-то чужой язык. Пушкина очень трудно перевести, его может понять только русский человек, тот, который хорошо знает свой родной язык. Именно в Захарова ежегодно проходит грандиозный пушкинский праздник. Настоящее торжество культуры для тех, кто, как и поэт, полюбил русскую историю и русскую словесность. Здесь он увидел русскую красоту, природу всей. Он здесь услышал сказки народные. Здесь он услышал какие-то рассказы о России. То есть вся русскость Александра Сергеевича Пушкина, она кроется только в Захарове. Праздник прошел уже в 42-й раз. Его посетили свыше трех тысяч человек. С самого раннего утра для людей работает прекрасная ярмарка. Если кто-то решит пройти с самого начала до конца, он сможет найти здесь все. Начиная от образчиков замечательных мозаик и детских игрушек до реально серьезных товаров. Например, средневекового российского вооружения и даже старинных русских нарядов. Единственная проблема в том, что унести всю эту благодать в руках очень и очень непросто. Помимо ярмарки работали выставки народного творчества. Своё искусство показывали дружинники и мастера-реконструкторы. Для гостей большой, огромный выбор. Это и картинные галереи, которые стоят справа и слева от сцены. Это и народные промыслы. Это и ярмарки достижений Одинцовского района. Одинцовская ярмарка присутствует здесь в полном объеме. Большой популярностью гостей праздника пользовались многочисленные аттракционы. Некоторые из них своим масштабом поражали воображение. Одним из главных сегодня в течение всего дня аттракционов здесь, на этой поляне, является то, что называется Драконом. И мы со своей съемочной группой поднялись сюда, чтобы понять, почему же он так называется. Ну что ж, вот мы и поняли. Здесь нам все нравится, ребенку тоже все нравится. У меня здесь мама выступать сейчас будет на сцене. Хорошая, пришли погулять. У нас прекрасное настроение. Мы пришли всей семьей. У нас пятеро детей на двоих. В общем, пришли развлекаться, посмотреть, что здесь интересного. Настроение создавали хоровые коллективы со всего Одинцовского района. Впервые в Захарово прошел фестиваль «Песенное поле России». Организаторами выступили активисты и общественные деятели, администрация района и местных муниципалитетов. В этот день хотелось бы пожелать вам хорошего настроения, творческого заряда. Всего вам хорошего. Спасибо. Культурные учреждения района также присоединились к празднику. Не мог остаться в стороне и знаменитый историко-литературный государственный музей-заповедник Александра Пушкина. Целый день экскурсии по местам пушкинского детства проводили бесплатно. Святослав Савенков, Денис Харламов, Павел Дашковский, телекомпания Одинцовы.